У вас, и как я понял, вот проблема заключается в том, что начальство отнеслось к вам довольно-таки некрасиво, да? То есть, вы озвучили идею, попытались согласовать действие, по факту было отправлено несколько писем, сделано несколько звонков, сегодня узнали, что вашу идею стала организовывать наша сотрудница одна втихаря. Кстати, компания ее наградила. И далее вы пишите, что у вас смешанные чувства, но есть ощущение неискренности. Вы знаете, я вам хотел бы именно здесь сказать следующее. Да, действительно неискренность есть, но неискренность, она, понимаете, была всегда. Неискренность связана именно с тем, как видит вас, ваше начальство. Понимаете, для своего начальства, для своего руководства вы человек, который при любом раскладе влияет на что? Вы человек, который при любом раскладе влияет в первую очередь на репутацию, на репутацию компании. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что если вы влияете на репутацию компании, то начальство выберет того человека, который лучше это делает. То есть, условно говоря, начальство в курсе, безусловно, начальство в курсе, что, например, вы, скажем, озвучили идею. Но начальство об этом знает, но оно, несмотря ни на что, несмотря ни на что, несмотря ни на то, что вы это сделали первой начальству, начальству всерапанного, как бы, дало возможность именно вашей коллеге, скажем так, проявить себя, скажем так, отличиться. Почему? Потому что посчитало, видимо, что именно у вашей коллеги получится лучше отрасить репутацию компании. И вот почему начальство так посчитало? Вопрос довольно интересный. Я думаю, что ваши чувства, они понятны, они нормальны. Я думаю, что то, что вы сейчас переживаете, это вполне естественная реакция. И было бы странно, если бы вы ничего бы не испытывали, например, вообще. И так же я думаю, что вам сейчас не нужно торопиться, не нужно спешить с выводами. Вам нужно, ну, желательно, конечно, поговорить с начальством, рассказать ему, я имею ввиду, начальству вашему, вот, всю ситуацию, как она есть, и послушать то, что вам скажет начальство. Если, например, оно объяснит свои действия вам, то это, например, скажет, что вот, да, мы знаем, мы знаем, что это была ваша идея, например, допустим, но вот все равно мы выбрали, вот, не вас, например, да, а коллегу по, там, самым причинам. Какие причины, это, в принципе, не так важно. И если начальство вам все это объяснит, то вы уже вправе сами принимать решение, что вам делать. Если же объяснений вам давать не будет никто, то в этом случае я думаю, что вы вправе либо прекратить делать то, что вы делаете в той части, которая связана именно вот с вашим складом, и ограничивается, например, только, скажем, предложениями какими-то и не более того. Либо вам как-то вот нужно, если вы хотите помогать, то вам нужно свою деятельность организовывать так, чтобы, например, эта деятельность, ну, зависела, например, только от вас. То есть, свой, допустим, свой круг людей, которые вам, например, помогают, которые вам, которые вы доверяете и которые вам доверяют, вот. И этот круг людей будет помогать вам делать то, что вы хотите, то, что вы считаете важным и правилом. Вот. Либо вы просто-напросто, если не чувствуете, что не можете находиться вот на этом месте, или что вам неприятно, в этом случае вам нужно просто задуматься о смене, так сказать, места своей работы, потому что вам будет тяжело. то есть, чтобы вы правильно поняли. Большинство, оно поступило с вами, пусть неправильно, неверно, но, естественно, для себя нормально. Это именно поведение такое, когда люди как бы нацелены только на доход, на выгоду, на какие-то вот непосредственные результаты. Всё. Больше людям по факту ничего не интересно, это их право. Если вы хотите помогать, если вы хотите, чтобы, например, вот, ну, чтобы, помогая вас оценивали должным образом, вот, то я думаю, что в этом случае имеет смысл вам просто-напросто подумать, как бы вы могли по-другому реализовывать своё желание помогать людям. просто по-другому, чтобы меньше, например, там, допустим, допустим, зависеть от других людей. Вот мне думается, что это будет для вас самый правильный вариант. Именно этот вариант может вам помочь ситуацию разрешить так, чтобы и начальство осталось, значит, довольно, и чтобы вы довольны тоже были, чтобы вы не требовали отначально, например, того, что оно вам дать не можно. Да вы хотите всё-таки, чтобы ваши результаты ценились, и это, в общем-то, естественно, нормальная реакция. Что-то не надо думать, что вы, там, требуете чего-то вообще заоблачного. Но нужно адекватно оценивать, могут ли вам дать то, что вы хотите. Поэтому реагировать на наше счастье нужно спокойно, поздравиться всё выяснить, а дальше подумать, как вы можете реализовывать своё желание помочь напрямую. Напрямую. Напрямую именно так, чтобы это зависело только от вас. Вот. Ну и обязательно стоит обратить внимание на то, что вас всё-таки задело. То есть, вот, вас всё-таки задело то, что другая, например, Добруница начала делать всё в тихаре. Об этом тоже нужно спрашивать у вашего начальства, как так получилось, ибо хреновый угол, как я понял, знаете, и вы, и я, оно, ваше начальство. Вот для начала вам нужно понять отношение начальства к этому. Что это? Достатное недоразумение? Или целенаправленная позиция? Целенаправленная стратегия? Если это недоразумение, то оно может разрешиться. А если это стратегия, то вам нужно вырабатывать к этой стратегии своё отношение. Потому что она, то есть, стратегия, не изменится. И это приходится признать. И вам это нужно будет признать. Потому что иначе вы будете тратить свои силы на то, чтобы бороться. На то, чтобы бороться именно вот с начальством, а это заведомо проигрышный вариант. Что касается лично вас, то здесь, на мой взгляд, нужно сказать такую важную вещь, что подумайте, постирайтесь, подумайте о своих мотивах. Так вот, для чего вы помогаете, и что именно вам неприятно. Что именно вас задело. То есть начальство попустительски отнеслось к вашей инициативе, да, как бы. Ну, по факту, оно просто не оценило вас. Значит, либо начальство вас не устраивает, отношение начальства, либо вас не устраивает, например, поведение сотрудниц. Вот. То есть в зависимости от более конкретной причины того, что вас не устраивает и раздражает, нужно и действовать. И от этого зависит ваша реакция. Для этого, может быть, имеет смысл немножко разобраться в себе. Например, помогать людям вы хотите, и у вас это желание, но никуда не ушло. Это здорово. То есть вы хотите помогать людям, это прекрасно. Но, помимо этого, вам же все равно, у вас смешанные чувства. Значит, что это вас не устраивает. Вот. В зависимости от того, что вас не устраивает и нужно двигаться. Знаете? Вполне вероятно, что начальство вас считает, что вы, например, вот то, что делаете, то, что вы делаете, это, вообще-то говоря, ваша инициатива. И что вы это делаете, вообще-то говоря, ну, от этого хотите. И вы в любом случае это будете делать. Так вот думает начальство, что вы в любом случае будете делать то, что делаете. И тогда, зачем вас поощрять? Для чего вас поощрять? Чтобы что было? Не надо. Поэтому, полная вероятность, что у вас не совсем верный был подход к тому, что вы делаете. То есть, значит как, энтузиастов, которые вот инициативы постоянно проявляют, их ценят. Но, по большому счету, часто их используют. И вот мне кажется, что вас поначалу ценили, 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 а теперь просто используют. В этом нет ничего плохого. Таковы механизмы процесса, процессы в группах. Вот. Но, тем не менее, вам нужно вырабатывать на это свое адекватное отношение. Так, чтобы, с одной стороны, вы реализовали свое желание, с другой стороны, чтобы вы не чувствовали, что вас вот необоснованно там принижают, унижают или обесценивают. И то, и то, и то, и то, и то, и то, и другое. И третье, это довольно плохо. И отсутствие, например, реализации вашего желания помогать, это плохо. И отсутствие адекватного отношения к ситуации, это плохо. То есть, понимание того, что же все-таки меня задело, что же все-таки меня выбило из колеи. И наличие необоснованного обесценивания вас, это тоже очень негативный фактор. Поэтому я уверен, что с первым все в порядке, свое желание вы знаете, вы будете его реализовывать. А вот второе и третье нужно будет вам подтянуть. И я надеюсь, что мой ответ поможет вам это сделать. Если нет, то выбирайте эксперта и проконсультируйтесь лично с кем-нибудь из нас, чтобы мы вам оказали более конкретную, более превентивную, если угодно, помощь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok